Они помогают героям зарубежных фильмов заговорить по-русски. В Омске впервые в мире прошла международная олимпиада для аудиовизуальных переводчиков. Почему, чтобы понять персонажа, порой мало знать и язык, на котором говорят актеры, знает Юлия Боброва. Если знать контекст, то в принципе не особо сложно. Но не помешает знанию сюжета. Амичка Татьяна Рихачева перевела десятки зарубежных лекций и документальных лент. Но называет себя начинающей. В ее копилке мало художественных фильмов. В каждом фильме есть свои подводные камни. Для меня очень сложно переводить имена какие-то азиатские или названия должностей, поскольку я не могу подобрать эквивалента. Это очень часто бывает. Если берешься за перевод фильма или сериала, знать язык мало. Нужно досконально изучить персонажей и сюжет ленты. Здесь вы перейдете так, потом выяснится что-то дополнительное через пару серий. Оказывается, что это все было неправильно. Может быть, вы помните с Ходером из «Игры престолов». Помните, он же Ходер. Как они потом мучились, там ход затвори и прочее. Потому что это выяснилось спустя несколько сезонов. Чтобы не попасть в такую ситуацию, конечно же, лучше заранее посмотреть, о чем идет речь. Но сложнее всего сделать перевод для дубляжа, чтобы речь актера-озвучки совпадала с артикуляцией героя. Все «У» попадали в «У», все «О» попадали в «О», все «Ы» попадали в «Ы». И тогда, когда вы будете смотреть в кинотеатре, если хорошо режиссеры, актеры, переводчик сделали свою работу, вы просто забудете о том, что фильм дублирован. Но иногда тексты такие плохие бывают, что актерам очень хочется увидеть переводчика. Это неудивительно. В России специалистов по профессиональному аудио-визуальному переводу начали готовить всего три года назад. В Рузаде у нас и появилось большое количество переводов, над которыми мы смеемся. Потому что их не потому, что они плохие, а потому что люди, которые их делали, просто не умели этого делать. Нам не хватало переводчиков для освоения тех объемов, которые у нас были. Они удваивались. И мы поняли, что переводчиков надо учить. Сейчас в мире не наберется и десятка вузов, где можно освоить аудио-визуальный перевод на профессиональном уровне. В России его преподают всего в трех учебных заведениях, в том числе и в Омске. «Это новое направление и очень современное, очень нужное, потому что именно эмоциональное. Мы очень горды и очень рады тому, что этот праздник, как я его назвала, аудио-визуального перевода, состоялся в Омском государственном университете». В Олимпиаде участвовали 300 переводчиков из разных стран. В финале 15 человек, среди них – омичи. Педагоги намерены и дальше развивать это направление. В первую очередь для того, чтобы решить проблему нехватки специалистов в России. Юлия Боброва, Максим Мартынов, Александр Рябуха. Новости. Здесь Омск.